всем здравствуйте приветствую вас на канале оли и компания сегодня покажу свои цветочки как они изменились изменяются они каждый день начну с того что последний бутон распустился на моей камелии леди кэмпбелл сейчас покажу вам поближе он такой розовенький последний бутончик кстати я ее поставила в эту сторону балкона здесь у меня стояла штамповая зале но за счет того что немножко поддувает из-за щелей ей стало тут дискомфортно я решила поменять местами с камелей и видите камелия то есть никак не отреагировала на то что я поменяла местами и цветок продолжает держаться хотя цветок уже держится дней 5 вот что здесь у меня еще изменений ну почти отсвел первое скажем так волна моя фиолетовая зале и вот уже осталось только два цветочка и еще очень много закрытых бутонов такое тоже иногда случается когда вот как-то вот волнообразное такое цветение происходит из азалия может вот тоже зацвести так бурно да если много бутонов потом приостанавливаться а вроде как отсветает но еще много бутонов и они через какое-то время также будут распускаться но она у меня уже также начала расти вместе с бутонами появляется молодой прирост вот но вообще фиолетовые вот именно вот этот сорт да я уже говорила что если сравнивать с другими сортами он достаточно недолго держит недели вот наверное две было вот зацвела моя зале саксонская звезда наконец-то бутончиков в этом году очень мало на у меня как-то очень так вот мало совсем цветочков потому что бутончиков мало и цветочки мне кажется прошлом году были немножко крупнее возможно есть света не хватило потому что она у меня вот стоит до самая такая вот ниже всех азалий здесь продолжает цвести мой сорт акварельный сорт вот клеродендрум филиппинский я его пересадила ему уже стало тесно в горшочке посадила его вот в такой вот горшочек немножко изменила ему грунт тоже универсальный но я немножко добавила туда еще биогумуса потому что я знаю мои клеродендрумы также они очень любят когда именно использую универсальный вот именно с биогумуса ну посмотрим как этот клеродендрум дендрум оценит новый грунт скажем так здесь моя красная колокольчиковая зале цветет сзади у меня зимует безлиственная бугенвилия очень сложная для меня растение может быть такой сорт попался но пока не удается с ним подружиться ни разу один раз только цвет свела это богинвилия и больше она меня не радовало но все равно вот она всегда зимует на балконе среди моих азалий вот так вот подрос черенок моей азалии которую я укореняла он даже вам покажу то есть это тоже вот беленькая должна быть вот такая вот азалия вот вот от нее вот этот вот прекраснейший череночек вот но он растет не так быстро сейчас вам покажу и еще мои череночки но все равно вот знаете вроде бы уже конец января но вот растение начали чувствовать весну потому что даже череночки мои они начали вот активно расти на выпускали вот молодой прирост пошел вот это вот череночек напомню да возможно кто то вот не видел первый раз вид вот я укореняла его также вот с лета это на самом деле мелколистная азалия вот от этой азалии был увидите если сравнивать то листья совсем не мелкие не знаю почему так произошло вот листья совсем не мелкие возможно они будут еще уменьшаться вот я бы сказала что даже такие вот крупноватый все равно отличается хотя я знаю что это именно черенок именно от этой азалии здесь зацветает наконец-то уже вот-вот скоро распустится череночек сейчас вам покажу его поближе череночек моего штамбика розовенького который я укореняла этот череночек кстати внизу смотрите скоро будут распускаться бутончики такие вот и сейчас покажу вам поближе эту красоту он у меня летом цвел у меня уже стал таким вот же не череночком уже вот такой вот прекраснейший куст на такой вот кустик но уже такого вот растения и посмотрите он имеет тоже видите растет не знаю всегда когда вот молодые побеги да я уже рассказывала неоднократно если возле бутона желательно их где-то я читала что срезать но я вот все равно не срезаем не все равно жалко хотя я знаю что могут они тянуть соки забирать на себя энергию и бутоны могут либо усыхать либо не так развиваться да как те бутоны рядом с которыми не растут побеги вот видите тут вообще удивительно будет три цветка с одной цветочной почки здесь два я уже тоже рассказывала что такая вот редкость но в магазине понятно да при магазинном цветении могут и до пяти быть цветков с одной цветочной почки а вот именно домашнее цветение когда три цветочка с одной почки это достаточно редкое явление и его тоже непонятно причины да тоже вот как растение захотела захотела сформировала ты захотела два в прошлом году на моей азалии саксонская звезда тоже очень много сформировалась именно три почки цветочная до с каждой почки и это было очень здорово но такое бывает очень достаточно редко также зацветает мой еще один но это даже не черенок я говорила я отделяла в прошлом году от своего материнского растения такой вот как скажем так черенок или отводка и вот он решил меня порадовать хотя бутоны заклад заложил еще наверно осенью но никак никак они не развивались и только вот сейчас появился вот цвет здесь уже до цветает последний тоже бутон распускается на моей камелии доктор king вот последний бутончик уже распускается уже нет на ней бутончиков уже кстати нужно ее пересаживать уже так тесно в горшочке оказалось я когда поливала до к сроками ли я подняла сейчас вам покажу что я обнаружила сейчас там под горшочком смотрите вылезли корни в общем с дренажного отверстия вот виница корешок в общем я так понимаю что уже ей тесно и нужно думать либо о большем горшочке либо нужно не знаю можно или им подрезать корни вот этот вопрос я еще к сожалению не знаю мне жалко растения и в то же время я понимаю что мне было достаточно тяжело найти подходящий горшочек вот по размеру потому что были либо меньше да либо были намного больше что тоже и неудобно и а вот как раз вот эти горшочки они оказались в самую пору по размеру вот и теперь мне надо будет предстоить предстоит думать да как или подстричь корни или же пересадить в больший горшочек а здесь посмотрите какая уже стала красота на моей мелколись на зале кирин целый вот такой вот появился цвет бутонов вот я же говорила что вот возможно что я не вижу их они настолько были крошечные маленькие что я думала что на ней больше нет бутонов буквально вот на днях просто они вот как-то повылазили все окрасились и тоже вот я смотрю что видите на некоторых почках цветочных до сразу вот три цветочка из одной почки но а большинство вот по две но также вот встречается по три это невероятная редкость и невероятно приятно и вот эти цветочки тоже распустились буквально буквально где-то недели полторы назад а те которые я снимала уже отсвели чем такая вот интересная конечно же азалия сорт невероятно такой вот интересный и я уже думаю что в следующем году она возможно порадует еще обильным цветением потому что всегда в первый год после покупки азалия зацветает немного не так обильно хотя может быть смотря знаете у кого как я просто всегда рассказываю за себя у меня часто не сильно обильно зацветает но здесь радует что все таки цветет цветет моя красавица и даже те побеги которые повернуты стеклу посмотрите они стали салатовыми это все уже молодой прирост она начинает расти то есть растение уже чувствует прибавку светового дня вот азалии прямо в этом году они обычно вот с февраля где-то начинают зеленеть меня появляться молодые приросты потому что у меня сторона такая теневая я уже говорила неоднократно света достаточно мало поэтому они у меня всегда вот начинают расти где-то вот с февраля с конца февраля марта в этом году что-то невероятное такая вот веселенькая красивенькая милейшая милейшая азалия а здесь сейчас вам покажу мое новое растение которое я купила в отделе уценок это прекраснейшее растение оно встречается в основном в сезон то есть сезон это в основном вот в зимнее время его продают как такое вот скажем так праздничное новогоднее растение называется это пернете остроконечная это очень интересное растение сейчас я покажу как это растение выглядело при покупке это очень интересное растение ну по крайней мере для меня но я думаю что он если бы вы его увидели это растение до магазине то вам она бы тоже думаю что приглянулась я расскажу об этом растении это растение называется пернете остроконечная иногда можно встретить что это гаультерия но вроде как объединили эти два растения да скажем так пернете гаультерии и признают что это фактически одно и то же растение это растение относится к семейству вересковые точно так же как азалии поэтому эти растения то есть уход за ним такой же как и за азалиями я давно хотела это растение оно цветет но цветет оно не так скажем так презентабельно скажем так как у него не такие вот нежные маленькие цветочки но красота этого растения в образующихся плодах после цветения то есть весны до осени от растения цветет осенью она закладывает ягоды вот эти ягоды зависят от сорта растения и они могут быть как красными так и розовыми и также и белыми вот и соответственно эти ягоды растения держат с осени и до самой весны таким образом она становится невероятно красивым таким декоративным растением с необычными ягодами и очень красиво смотрится зимних садах то есть это растение также любит прохладу то есть она подойдет для любителей азалий или для тех у кого подходящие условия то есть есть прохладный балкон зимой да либо же лоджия а либо же как я уже говорила люди разные если может быть в доме не очень жарко то это растение также подойдет но вообще это растение считается садовым то есть она хорошо подходит для сада вот но мне это растение очень нравится цветы у меня казалий радует цветами но хотелось бы растение которое еще порадует плодами поэтому вот это вот пернете остроконечная она если приживется я буду надеяться потому что растение не очень хорошем состоянии но еще у меня слабенькая кстати это растение она не очень быстро растет поэтому подойдет для кого не сильно большая площадь то есть вот как у меня например мне идеально это растение если выживет подойдет место я думаю я этому растению найду и также хочу завести если все получится если все сложится потому что растение для меня еще новое она вроде как похоже да с азалиями и по уходу и все но надо все равно еще прочувствовать это растение понять подойдут ли мои условия если мои условия которые я могу предложить подойдут то я хочу расширить коллекции хочу завести чтобы меня были эти растения с разными ягодами то есть это вроде как предположительно с белыми ягодами но я хочу также с красными и розовыми вот вот